Всем привет! Сегодня расскажу вам, что я готовила в течение недели и какие новости у нас произошли. Погода у нас стоит относительно зимняя. На улице минус 6, минус 10. Снега много. Птички поют, хоть и пасмурный день. Ну а мы с вами идем на мою кухню. На обед решила приготовить гуляш из куриных окорочков. Срезала всю мякоть. Косточки, естественно, сварю собаки. На гарнир у нас картофельное пюре, помидоры свежие со сметаной. Все, кто с нами сейчас кушает, всем приятного аппетита! Купили булочки для гамбургера. Решили сделать домашние гамбургеры. Я отложила немного фарша. Его нужно посолить, поперчить, все перемешать, добавить любые специи по своему вкусу, сформировать котлетки и обжарить на сковороде на растительном масле с двух сторон до готовности. Когда котлеты остынут, начинаем собирать гамбургер. Кетчуп, майонез. Все смазываем. Далее кладем зелень. У меня лист салата. Котлетки. Колечки помидоров. И прикрываем сверху второй половинкой булочки. Вот такой вот красивый перекус у нас готов. Это намного вкуснее, чем в кафе. Сейчас на ужин готовлю макароны с фрикадельками в духовке. Вот такие вот продукты нам понадобятся. Но хочу сказать, что 400 мл молока и 400 мл воды для 400 г макарон этого маловато. Я добавила еще один стакан молока. Итак, форму смазываем маслом. Высыпаем макароны. В яйца добавляем соль, перец, любые приправы, которые вы любите. Все перемешиваем. Добавляем молоко и воду. Еще раз хорошо перемешиваем и заливаем макароны. Фарш также солим, перчим по вкусу. Добавляем любые приправы. Формируем фрикадельки и раскладываем сверху макарон. Теперь накрываем фольгой и ставим в разогретую духовку до 180-190 градусов на 30 минут. Затем фольгу снимаем, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще минут на 15. Вот такая красота у нас получилась. В дополнение можно добавить любые овощи или салат, и вся семья будет сыта. Сейчас показываю вывод перепелов. Решили мы попробовать свои силы в разведении перепелок. За ночь уже вылупилась половина. Сейчас 8 утра, и я их буду перекладывать вот в такой самодельный брудер. Поилка, кормушка, все есть. Какие же они малюсички, но зато через 2 месяца они дадут нам яйцо. А к 3-4 месяцам тушки петушков можно будет уже убирать на мяско. Ну а теперь пусть растут. Приготовила себе диетический кекс. Рецепт скоро выйдет у меня на канале. Кекс готовится на овсяной муке, без сахара, но с добавлением сухофруктов, которые придают ему сладость. Сейчас на ужин решила приготовить горбушу в духовке. Чищу ее, разбираю на кусочки. Солю, перчу по вкусу и сворачиваю пополам. Оставляю минут на 30, чтобы рыба пропиталась солью и перцем. Теперь перекладываю все на противень. Смазываю сметаной. Можно смазать майонезом. И присыпаю немного зелени. Здесь у меня зелень петрушки замороженная. Вы можете присыпать любой, которую вы заморозили или какая вам нравится. Вот такая красота получается. Рыбка готова. Она очень мягкая, сочная и ароматная. На гарнир у нас отварной бурый рис. Свежие овощи, огурцы, помидоры. Ну и для тех, кто не на правильном питании, манник. Я желаю всем приятного аппетита. Если вам понравились мои идеи приготовления обеда или ужина, ставьте лайк, пишите свои отзывы. До новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok